Взгляд финансовый мир изменился за неделю Л. Финансовый мир изменился за неделю 23 марта 2015 года 10.40 фото, из личного архива Как меняется мировая финансовая система? Монополию, разумеется, англосаксы разрушать не собираются Не будет никакого прозрачного аукциона Но с Китаем договориться все же придется На ушедшей неделе произошло два важнейших события в сфере международных финансов На первый взгляд, они между собой абсолютно не связаны Но это только на первый Финансовый мир изменился за неделю Бреттон-Вудский мир, основанный англосаксами на господстве доллара Сделал еще один весьма значительный шаг к окончанию своего существования Прежде чем поговорить об этих двух событиях Нужно упомянуть еще об одном, которое является для происходящего определенным фоном Или фундаментом, тут как кому больше нравится Несколько месяцев подряд в информационном пространстве Муссировался вопрос о возможном отключении России от западной платежной банковской системы SWIFT Через нее сегодня проходит подавляющее большинство финансовых операций в мире Основный центр SWIFT Располагается в Брюсселе, но находится под контролем США Итогом давления Штатов на Россию становится ускоренный запуск Подобной платежной системы Китаем к концу 2015 года Согласно сообщению Reuters Китайская международная платежная система SIPs Служащая для обработки трансграничных сделок в юанях Готова и может быть запущена уже в сентябре или октябре этого года Таким образом будет устранено одно из самых больших препятствий для интернационализации юаня Это должно значительно увеличить международное использование китайской валюты за счет сокращения операционных издержек и времени обработки платежей Юань становится еще более зримой альтернативой доллару, но главным итогом создания SIPs является создание фундамента альтернативной финансовой системы в мировом масштабе Попытки вычеркнуть Россию с финансового мира будут невозможны, но тут дело не только и не столько в России Речь идет о потере Вашингтона монополии на мировую финансовую систему Кровеносная система платежей и сделок будет построена Китаем к концу 2015 года Теперь дело за эмиссионным центром, который будет создавать деньги, кровь экономики, чтобы они текли по новой платежной системе И этот центр эмиссии уже создан Эта китайская альтернатива Всемирному банку называется Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, АБИИ Вопреки рекомендациям США, западноевропейские страны присоединяются к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций Накануне Франция, Германия и Италия согласились вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, АБИИ, пишет Financial Times, со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Как пишут американские СМИ, это сильно меняет баланс сил в растущем противостоянии между США и Китаем В том, кто будет устанавливать экономические и торговые правила в Азии АБИИ был создан в ноябре 2014 года по инициативе Китая для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Прошло 4 месяца, и к этому китайскому проекту присоединяются Великобритания и другие западные страны Это значит, игнорировать невозможно Поэтому лучше сотрудничать Великобритания – это не просто ближайший союзник США Это мозг, а штаты – туловище И мозг современной финансовой системы на сегодняшний день считает за благо войти в проект, альтернативный своему монопольному Подведем промежуточный итог Китай сделал решительные ходы в финансовой сфере Россия поддерживает Китай в этом движении Запад, не сумев взорвать Россию изнутри или втянув ее в войну на Украине, дестабилизировать евразийское пространство, чтобы ослабить Китай, вынужден договариваться с Пекином Значит ли это, что борьба закончена? Нет, конечно Борьба бесконечна И Запад еще попытается стравить Россию и Китай между собой Но пока не получается Приходится договариваться с Пекином А вот теперь вернемся к двум новостям, с которых мы начали наш анализ ситуации Первая новость 20 марта 2015 года президенты России, Казахстана и Белоруссии обсудили, как преодолеть кризисные явления в экономиках стран Таможенного Союза, как поднять взаимный товарооборот и когда переходить на единую валюту Предложенный Алтын как способ расчета пока только в стадии обсуждения, поскольку нет решения, где будут печатать и как его объемы регулировать Еще несколько месяцев назад ими же сроки назывались совсем иные 2025 год И вот теперь такое ускорение на 10 лет Почему? А потому, что финансовый мир меняется очень быстро И то, что Евразийский Союз планировал весьма отдаленной перспективе, теперь можно, и нужно, делать немедленно Ведь китайские партнеры создали центр миссии и вот-вот запустят платежную систему А куда удобнее подойти к работе по новым правилам с одной валютой, нежели с тремя или более Любопытно, что накануне Паевский восстану и заявлений по единой финансовой системе и единой валюте Евразийского Союза Президент России встретился в Москве с высокопоставленным китайским товарищем Владимир Путин принял в Кремле руководителя канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Личжаншу Вторая новость Изменяется система определения цены на золото в мире Начиная с 1919 года по настоящее время на рынке драгоценного металла действовала так называемая система London Gold Fix Система ценообразования, которая дважды в день устанавливала некую среднюю цену А администрировался процесс с компанией London Gold Market Fixing Limited Эксперты считают, что это будет не просто какое-то банальное техническое изменение Это будет настоящая поворотная точка в истории золота И вот почему London Gold Fix, которая прекратит свое существование в четверг, позволяла устанавливать цену золота всего четырем участникам Что, конечно же, давало возможность проводить необходимые манипуляции На смену этой системе придет специально разработанный аукцион Он будет максимально прозрачным, и к нему будут допущено как можно больше участников Забавно, правда Система определения четырьмя людьми дважды в день цены на золото, о которой я подробно писал в книге «Шершеля нефть», работала почти сто лет И никаких нарушений в ней никто не видел Не критиковал И вот вдруг минус увидели Многие отмечают, что решение о формировании нового метода ценообразования было принято ввиду критики со стороны многих экономистов и участников рынка А также расследования фактов махинаций на различных рынках, которые проводят регуляторы По оценкам многих экспертов, в своем текущем виде метод установления цены является устаревшим и уязвимым перед манипуляциями Офа Как меняется система Монополию, разумеется, англосаксы разрушать не собираются Не будет никакого прозрачного аукциона, как не было его сто лет до этого Англичане просто включат в систему определения цены на золото китайские банки Почему? А это плата, ответная просьба за включение Великобритании в тот самый китайский азиатский банк инфраструктурных инвестиций и в перспективе к китайской платежной системе Как мы уже сказали, эксперты ожидают, что в новых условиях роль Китая в ценообразовании будет намного выше и станет более прозрачной Это нововведение открывает игровое поле для торговли золотом и добавляет совершенно новый спектр возможностей и участников, особенно это касается китайцев Минус сказал Market Watch Кевин Кер, президент Ker Trading International Сейчас все только и говорят об огромном спросе на золото со стороны Китая, но реальных цифр никто не знает, поскольку власти Поднебесной тщательно их скрывают Так вот, господин Кер уверен, что в новых условиях завеса тайны будет приоткрыта Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов LBMA Обещала не раскрывать имена участников торгов до момента запуска новой системы Но если китайские банки будут напрямую вовлечены в процесс фиксинга То они смогут проводить арбитражные сделки между Шанхаем и Золотом, делая его по сути круглосуточным международным рынком Такое мнение высказал Джулиан Филлипс, основатель Goldforecaster.com Особенно много обо всех этих новостях не рассказывали Между тем это все реальные признаки серьезного ослабления долларовой монополии В целом англосаксонской монополии на мировую финансовую систему Источник, блог Николая Старикова